Добрый день дорогие заказчики, подписчики, будущие заказчики. Сегодня мы находимся снова на нашем объекте в деревне Юрово. Здесь мы строим двухэтажный каркасный дом с плоской эксплуатируемой кровлей. Стройка активно идет. Мы приехали посмотреть, как идут этапы работ по укладке утепления и создания плоской кровли. Но сегодня мы хотели бы вам показать, какие еще технологические решения, инженерные, конструктивные решения мы используем в этом доме. Так как у нас есть вот такие пролеты длинные, более 6 метров, при небольшой высоте, то есть нам нельзя было здесь сделать ферму или еще какую-то конструкцию, то есть максимально должна быть тонкая конструкция, по высоте достаточно низкая и пролет более 6 метров, в данном случае около 7 метров. Здесь мы используем ЛВЛ. В России производство представлено заводом Ультралам. Такие брусы изготавливают в длине до 20 метров, наверное, по спецзаказу. Можно перекрывать огромные, достаточно огромные перекрытия до 20 метров погонных, сами представляете, да? Если занимаетесь строительством или проектированием. Что из себя представляет ЛВЛ-балка, ЛВЛ-брус? По факту это деревянный шпон, делается из натуральной древесины, из бревен, лучится, превращается в шпон, потом обрабатывается и клеится. Ну и в зависимости от направления волокон, делят на несколько категорий для различного применения, различных функций. Вот в нашем случае мы используем ЛВЛ-брус для создания балок большого пролета и выдерживающих большие нагрузки. По сравнению с балками из обычной ХВАИ, ЛВЛ-брус более прочный, большему модулю пругости, обычным языком, если говорить, более большие нагрузки может выдерживать при таком же сечении. Второй плюс в том, что используя такой брус в проекте, вы можете не ограничиваться его габаритами. То есть в заготовке эти балки идут огромный метр двадцать пять, шириной до, по-моему, девяносто или ста миллиметров. Короче говоря, можно набрать целый пакет этих балок в высоту метр двадцать пять. Получается огромный пролет и огромные нагрузки можно сосредоточить на такой балке. Материал обалденный, если вам нужно перекрыть огромные пролеты. Это его плюсы. Минусы, конечно же, тоже есть у этого материала. Их два, таких основных. Первый минус, это его стоимость. Он дороже, чем балки из обычной древесины. Не буду врать, в два или в три раза можете посмотреть на сайте производителя и убедиться. И второй минус, при его изготовлении используется формальдегидная смола. А это означает, что такой брус лучше не использовать внутри помещений. То есть использовать его на улице. Ну, с небольшой оговоркой, внутри помещений, например, при создании наружных стен, использовать такие балки, потом отсекать их пароизоляционной пленкой. Что, в принципе, не даст попадать в формальдегиду во внутреннее пространство дома. Вот о таких интересных решениях мы сегодня хотели рассказать. Надеюсь, вам было очень-очень полезно это видео. Используйте. Классная штука.